МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь можно увидеть один из первых автомобилей, которым пользовался Нурсултан Азарбаев в должности главы государства. Отныне автомашина станет частью экспозиции историко-культурного центра первого президента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карагандинской области более 300 семей стали новоселами. Жилые дома были построены по государственной программе Нурложер. Акимобласти Ирлан Кушанов лично поздравил новоселов и вручил ключи от квартир. В этом году День независимости для некоторых жителей региона стал двойным праздником. Семьи, проживающие в Караганде, Житкозгане, Балхаше, Абая и Асакаровке, стали обладателями заветных квадратных метров. Айман Бошукенова с 2010 года стояла в очереди и, наконец, получила собственную квартиру в Майкудуке. Она уверена, что долгожданное жилье станет благополучным для ее семьи. Наша семья на протяжении 8 лет снимала квартиру. Моему счастью, не было предела, когда позвонили и сказали, что мы получили собственное жилье. Квартира двухкомнатная, район хороший. И по оплате очень удобно. Меня все устраивает. Спасибо Акиму за такую возможность. Новостройку на 65 квартир в Майкудуке построили по государственной программе Нурложер. Аким области отметил, что в районе давно не строили новое жилье. Но ситуация уже меняется. Не так давно здесь дали новостройку на 130 квартир. Ерлан Кушанов отметил, что строительство домов будет продолжено и в следующем году. Я от всего сердца поздравляю всех с новосельем. Пусть новое жилье принесет вам новое счастье. Ну и, конечно же, поздравляю вас с наступающим праздником – Днем Независимости. Благодаря нашей независимости мы имеем возможность сегодня присутствовать на этом мероприятии. Получить жилье – это радостное и счастливое событие для всех граждан. Мы все через это прошли. В будущем мы планируем увеличить количество жителей, которые будут иметь возможность получить свое собственное жилье. Только в преддверии Дня Независимости квартиру получили более 300 семей, а в год их насчитывает 3500. Мульдир Жакан, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область отмечает предстоящий праздник – День Независимости Казахстана. Удостоверение почетного гражданина Карагандинской области вручили в канун праздника. Торжественное городское собрание состоялось во Дворце культуры горняков. Сегодня в переполненном зале Дворца культуры горняков жителей шахтерской столицы с предстоящим праздником поздравил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В своей речи глава региона отметил успехи Казахстана за годы независимости, а также подчеркнул, что наше главное богатство – это способная, открытая, талантливая молодежь, в руках которой будущее страны. Среди нас есть те, для кого независимость и стабильность страны – это естественное состояние жизни. Это наша молодежь. За 27 лет выросло новое поколение казахстанцев. Это свободные, креативные, талантливые люди, для которых условных границ и нет языковых барьеров. Сегодня время колоссальной возможности расти и развиваться строит будущее и страну. Сохранение независимости в руках молодых, поэтому глава государства объявил следующий год – годом молодежи. Награждение выдающихся личностей, внесших вклад в развитие региона, в преддверии 16 декабря давно стало доброй традицией. В этом году этой почести удостоились десятки человек. Среди них и те, кто получил удостоверение почетного гражданина Карагандинской области. В прошлом депутат – известный общественный и государственный деятель Касымбек Медиула в их числе. 80-летний карагандинец отметил, что радуется успехам своей страны на мировой арене. Республика Казахстан в последние 27 лет добился больших успехов в экономике. Людей хорошо живется. Это все нашего президента, как говорится, его заслуга. Поэтому мы простой народ, говорим ему большое спасибо. Сегодня большой праздник. К этому празднику мне эта война приятна, потому что я был депутатом Верховного Совета и принял участие в принятии этого закона. Я выступал в этой сессии. Всего в канун Дня независимости различные награды получили 49 человек. Трое из них стали почетными гражданами Карагандинской области. Церемония награждения продолжилась праздничным концертом. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торжественные мероприятия, посвященные празднику, проходят в эти дни во всех городах и районах области. Аким Карагандин Урлан Аубакир выручил удостоверение новым почетным гражданам города. Во Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное собрание Елемнангиркендагаэта Вильсездек. Всех гостей во Дворце культуры железнодорожников встречал оркестр Акима Караганды. Стоит отметить, что оркестр был образован совсем недавно, и это его первое выступление. Любовь к Отечеству – это готовность защищать его независимость. Из этого складывается патриотизм, прекрасное чувство, вбирающее в себя любовь к родине, преданность ей, стремление своими делами служить ее интересам. Этими словами глава Караганды Нурлан Аубакиров начал свое выступление. В этот день, 27 лет назад, на политической карте мира появилось новое государство – Республика Казахстан. Казахстанцы, объединенные общей исторической судьбой, подтвердили свое стремление к суверенитету, демократии и социальному прогрессу. За 27 лет мы сумели добиться того, чего многие страны не смогли за десятилетия и даже за века своей истории. Год за годом мы воплощаем в жизнь мечты, создавая новый Казахстан – государство благополучия и мира. Этот праздник по праву считается символом свободы и независимости государства. Городоначальник также отметил исключительную роль Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана. Позитивные перемены, произошедшие за годы независимости, глобальные инициативы и предложения главы государства по актуальным для современного мира вопросам нашли отвлеки и признания во многих странах. Под руководством Ельбаса Казахстан завоевал самый высокий за всю свою историю международный статус, получив признание в мировом сообществе и возглавив крупнейшие международные организации. Знаковым событием для нашей страны в 2018 году стало председательство Совета Безопасности ООН. Казахстан продемонстрировал высокий миротворческий потенциал и глубокую заинтересованность в решении глобальных проблем человечества, что способствовало росту авторитета страны. Традиционно в ходе мероприятия состоялось торжественное присвоение звания почетных гражданин Караганды, жителям города, которые внесли особый вклад в его развитие. Среди них и ветеран машиностроения Серегжан Жакенов. Независимость нам дала очень много хорошего. Я думаю, весь мир узнает наш, и мы тоже очень много узнали. Хотелось бы, чтобы наша страна, наша республика и в дальнейшем попроцветовала семимильными шагами, чтобы мы действительно вошли в тридцатку попроцветовающих стран мира. Кроме того, состоялось вручение молодежной премии Дарын, награждение юбилейными медалями «Астана-20 жол», а также почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных – простые рабочие, руководители предприятий и сотрудники объектов «Соцкульбита». Торжественное собрание продолжилось праздничным концертом с участием лауреатов международных и республиканских конкурсов, вокальных и хореографических групп, а также коллективов творческой самодеятельности Дворца культуры железнодорожников. Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Тимиртау теперь можно увидеть настоящий президентский автомобиль. Причем это один из первых автомобилей, которым пользовался Нурсултан Назарбаев в должности главы государства. Автомашины, а также другие 16 экспонатов были преподнесены в дар управления делами президента. Наибольший интерес у посетителей вызывает автомобиль «Мерседес» представительского класса. Это подлинный автомобиль из парка служебных автомашин президента страны. Автомобиль – один из первых, на которых глава государства совершал свои рабочие поездки. Ну, машины сейчас на ходу, поэтому просто в связи с заменой автомобиля в парке президентских машин нам этот автомобиль передали в качестве экспоната. Буквально вчера его сюда привезли, загружали в фойе с помощью автокрана, строили специальную эстакаду на лестнице, разбирали входную группу. В конце концов, машина была установлена, и сейчас она может быть осмотрена любым посетителем нашего центра. Среди других экспонатов, подаренных управлением делами президента, комплект спортивной одежды и теннисная ракетка главы государства. Тему спорта продолжает велосипед, подаренный президенту олимпийским чемпионом Александром Винокуровым. Не менее интересен подарок президента России Владимира Путина – это антикварная 12-томная энциклопедия сельского хозяйства. Книги изданы в Санкт-Петербурге в начале прошлого века. На экспозиции также представлены подарки от президента Кыргызстана и короля Иордании. Тему личных вещей главы государства продолжают очки и две ручки – шариковая и перьевая. Все это теперь можно увидеть в Темиртауском историко-культурном центре первого президента. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Приобщение к истории на пути духовного возрождения. В школе-интернате для одаренных в спорте детей состоялась конференция, посвященная Дню независимости. В нем приняли участие представители интеллигенции и школьники. Данное мероприятие проводится для укрепления патриотизма и пропаганды истории государства среди молодежи. Во время конференции речь шла о том, через какие события пришлось пройти народу, чтобы добиться независимости. Собравшиеся историки и представители интеллигенции обменялись мнениями с воспитанниками спортивной школы по перспективам духовного возрождения государства. Наша главная цель – разъяснить молодому поколению о важности изучения истории нашего народа и событий, которые сегодня происходят в стране. После обретения независимости наша страна достигла успехов по многим направлениям. По инициативе Ельбасы создаются разные проекты. Мы не могли не рассказать и о его недавней статье «Семь граней великой степи». Молодежь должна знать об этом. Я рад, что воспитанники спортивной школы интересуются не только спортом, но и историей. Карагандинцы стали меньше разводиться, увеличилась рождаемость, возрос поток инвестиций. Эти и другие факты сообщила руководитель департамента статистики Жанат Садыкова. В ходе брифинга на площадке региональных коммуникаций подвели итоги социально-экономического развития Карагандинской области. Свой доклад Жанат Садыкова начала с положительной динамики. В области увеличилась рождаемость. Коэффициент младенческой смертности снизился на 2,7%. Радует и то, что разводов стало меньше. Также руководитель департамента статистики рассказала, сколько стали зарабатывать жители Карагандинской области. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника сложилась в сумме 146 324 тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 6,1%. Самая высокая среднемесячная заработная плата сложилась у работников предприятий промышленности – 204 553 тенге. Самая низкая – у работников предприятий, осуществляющих деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания – 77 189 тенге. На территории области введено 362 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. Также в регионе возрос объем инвестиций. Он составил 403,4 миллиарда тенге. А по объему промышленного производства Карагандинская область занимает третье место следом за Атраусской и Мангистауской областями. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За 11 месяцев года в Карагандинской области произошло свыше полутора тысяч пожаров. 51 пожар произошел на объектах торговли. На площадке региональной палаты предпринимателей «Атамикен» пожарные встретились с владельцами торговых домов, кафе и ресторанов. Статистика наглядно показывает, что в праздничные дни происходит наибольшее количество пожаров. И самый пожароопасный праздник – это Новый год. Праздничная иллюминация, фейерверки, нарядные новогодние елки – все это является источником возгорания, заявляют пожарные. Причиной подобных пожаров является короткое замыкание применяемых на елках гирлянд. Следует отметить, что на сегодняшний день на территории Евразийского экономического союза действует регламент Таможенного союза о безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости технических средств, согласно требованиям которых световые гирлянды подлежат обязательной сертификации. По результатам встречи принято решение о дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества. Владельцы предприятий торговли пообещали соблюдать меры пожарной безопасности, своевременно обучать своих сотрудников, а также назначить ответственных за состояние противопожарного оборудования в зданиях. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Принцип одного окна внедрили в систему ипотечного кредитования. В Караганде открылся кабинет программы 7-20-25. Теперь горожане могут узнать все необходимое в одном месте. Идея принадлежит компании «Евразия Билдинг», которая подписала меморандум с тремя банками. Открытие специализированного кабинета позволит увеличить рост объемов ипотечного кредитования, уверены застройщики. Здесь горожан проконсультируют представителей ведущих банков. Сбербанка, Народного банка, а также Жилстрой Сбербанка. Все это делается для удобства людей. Получив отказ в одном банке, всегда можно обратиться в другой. Данную идею местным исполнителям, органам и банкам предложила компания «Евразия Билдинг». Пока ее поддержали три банка, в их числе и Сбербанк. А пришел в одно место и реализовал все свои потребности. Определился с квартирой, определился с видом кредита и довольный ушел. Это сокращает его время и направлено на скорейшую реализацию программы 7.20.25. В настоящий момент мы приняли 10 заявок, из которых одобрено пока только три. Остальные находятся на рассмотрении. Компания «Евразия Билдинг» строит 10 домов. Строительство четырех из них планируется завершить в ближайшее время. Уже в следующем году в рамках подписанного меморандума с тремя банками региона более 800 новых квартир найдут своих хозяев. В 2019 году совместно с этими банками мы оформим 800 клиентов, 800 квартир. Это будет большой рост, около 40% рост по ипотеке. Сегодня мы подписали меморандум с тремя банками о взаимном сотрудничестве. Меморандум означает, что мы каждого клиента сопровождаем до получения ипотеки. Это значит, каждый банк готов и открыт всем желающим купить квартиру, оформить ипотеку. И тем самым мы создаем комфорт не только для просто жителей, мы создаем комфорт для будущих жителей. Это комфортное оформление ипотеки, комфортный выбор жилья и проживание в будущем в комфортном микрорайоне. На открытии кабинета ипотечного кредитования 7-20-25 присутствовали члены партии «Нур-Утан». Они будут контролировать ход реализации государственной программы, следить за тем, чтобы банки работали открыто, эффективно и оперативно. Тохжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аван Соболмстер. Субтитры создавал DimaTorzok